Итак, дорогие друзья, всем привет! 10.02, прям начинаем вовремя, вообще удивительно, все вовремя. Ждем, кто сейчас первый заходит, кто первый заходит на урок в эфир. Сейчас пошлю несколько, меня просили послать еще людям, просили послать информацию, где это все проходит, да, то есть можно тоже друзьям посылать. Яков Шатадин, привет Яков. Посылаем сейчас, посылаем. Вот. Хорошо. Значит, все, начинаем урок сегодня, потому что мне нужно ехать в зал, прямо на тренинг, очень хороший тренинг, полезный для бизнеса. Как сказал, как сказал Рабан Гавриэль, Яфетал Мутара, Имдер Герец. Прекрасно сочетать изучение Торы с работой. Идея от Шнейм в мешаках это вот, что, а вон, что когда ты стараешься и напрягаешься в двух этих вещах, Тора и работа, тогда у тебя греха не будет, то есть будешь только заниматься полезным делом. Чем еще в этом мире заниматься? Учить Тору, служить Богу и работать, делать что-то полезное, приятное, заниматься любимым делом. Вот. Все, Майор Зинфельд здесь, можно начинать. Все, мы сейчас 20-й отрывок недельной главы, значит, о, не недельной главы, 20-й отрывок 10-й главы притчи. Значит, мы закончили от того, что, когда человек много говорит, то есть есть четыре вида разговора, разговор, который связан со служением Богу. Это вот эти разговоры надо говорить. Слова Торы, слова молитвы, слова благодарности, слова любви. Это все хорошие слова. Теперь есть слова, которые... Хорошо, надеюсь, что сейчас будет получше слышно. И, значит, надеюсь, что сейчас лучший связь, все нормально. Значит, есть слова запрещенные. То, что Тора запретила, это как запрет Торы, это как Шаббат не соблюдать, как... Ну, то есть, именно Бог запретил злоязычие. Что такое злоязычие? Это когда я говорю о людях вещи, которые их позорят, которые делают им неприятно, но это как приносит им страдания. Даже если это правда. Это называется злоязычие. Сюда же относятся сплетни, которые... Ну, вообще незачем, да? То есть я кому-то рассказываю, о ком-то плохо вообще, если нас это не касается. Это сплетни называется. Это все Тора запрещено. Есть по работе слова, то, что нужно для работы. Это тоже разрешено. Но нам сказали в 19-ом отрывке, что если ты много говоришь, то ты не избежишь греха. То есть обязательно ты где-то споткнешься, где-то ты скажешь. Есть такое выражение, известно в Талмуде, что рубам бэгэзель. Большинство людей грешат в грабеже. Сейчас мы разберемся, что это значит. Меньшинство в разврате. И все в... Авак лошонарай. И все чуть-чуть-чуть-чуть говорят вот это злоязычие. Авак это как пыли, да? Что имеется в виду? Значит, большинство в грабеже. Ну, что такое грабеж? Скажет любой человек, да я вообще разве ограблю? Кого я ограблю? Но бывают ситуации, когда, например... Вот у меня была ситуация вчера, да? Я где-то потерял свою ручку, ищу свою ручку. И нахожу ручку похожую, но не моя. И я думаю, в зале. Я думаю, ну человек, какая разница? Возьму я его ручку, он все равно ее потерял, она ему не нужна. И хотел взять. А потом думаю, нет, ну как? А вдруг он ее оставил? А вдруг он ее будет искать? А я у него забрал эту ручку. Получится, что я его как бы ограбил. Да, украл у него эту ручку. Думаю, пусть лежит. Даже если он не найдет, то есть маленький шанс же был, что он ее вернется искать. Был. Значит, я не хотел, чтобы я забрал его ручку. Теперь, ну в принципе, можно было и взять. Скорее всего, он бы ее не искал. Кто-то ее уборщики уберут и вытянут, и все такое. Теперь бывает ситуация, когда где-то ты не додал сдачи, где-то ты не заметил мелочи какие-то, да? Но так как мы все время взаимодействуем с деньгами, а особенно мы взаимодействуем с деньгами, когда на работе с клиентами. Вот, например, какой-то человек оказал услугу, а второй недоволен. Он услугу получил, но недоволен. Деньги обратно не получил, но внутри он чувствует, например, что его обманули. И он даже об этом не сказал. То есть тот, кто взял деньги за услугу, возможно, то есть часть из этих денег, именно ровно настолько, насколько второй недоволен, это можно посчитать как грабеж, да? Что у него забрал, то, что он не хотел отдавать. Или наоборот, вот вы работаете на работе, и кто-то из ваших сотрудников плохо поступил, вы его оштрафовали, сказали, все, тебе штраф, такая-то сумма. А возможно, это грабеж, то есть может это не по закону, если вы не договаривались. Ну, к примеру, то есть есть очень много нюансов, в которых человек может случайно, неосознанно ограбить другого человека, забрать его имущество. Это очень сложная такая вещь. Меньшанство в разврате. Значит, ну, здесь такое дело, да? То есть если посмотреть вокруг, то люди действительно очень-очень много вступают в незаконные отношения. Вчера одна женщина, например, выступала, прямо зал, 2000 человек, Тони Робинс ее поднимает, и она плачет, говорит, я не сексуальна. Почему вы начинаете доказывать, что она сексуальная, а потом, значит, говорите, ну, скажи, вот у тебя как отношения есть с мужчинами? Она говорит, да, у меня есть и муж, и любовник. Она это говорит, прямо зал, 2000 человек, и она это так открыто говорит, да, у меня есть и муж, и любовник. То есть, ладно, уходим с этой темы, двигаемся дальше. Но все практически, лошон и ра, вот я сейчас сказал злоязычие, то есть, я отдельно сейчас проехался по Тони Робинсу, по женщине, у которой муж и любовник, потому что многие же ее могут осуждать здесь, я думаю, большинство ее осуждает. Я сейчас сказал злоязычие, то есть, я сказал немного такой гадости, негатива такого на несколько человек. Поэтому очень тяжело, когда ты говоришь что-то, рассказываешь, очень тяжело уйти вот от этого лошон и ра, злоязычие, да, а злоязычие это страшная вещь, потому что она вредит тому, кто говорит. То есть, я же в это верю, и тогда у меня как бы остается картинка темная, да, того, что было. Злоязычие это прежде всего тот, кто говорит, он у себя в мышлении создает этот негатив. Тот, кто слушал, он принял эту вещь, этот текст, и, о, кризис будет, и так далее. Кто сказал, что будет кризис? Но я уже чуть-чуть такого яда туда полил, сюда полил, у себя оставил, да? То есть, от этого злоязычия страдают все. Вот этот мир негатива, стептицизма и так далее, его создают люди, которые негативно говорят. Теперь это как бы было то, на чем мы остановились в прошлый раз. А теперь, теперь что делать? Двадцатый отрывок. Двадцатый отрывок звучит так. Кэсэв Невхар, лошон цадик. Серебро, отборное, избранное серебро, язык, язык цадика, язык праведника. Это прям серебро, отборное. Сейчас мы разберемся, что значит серебро, отборное, язык праведника. Леври, шаим, кемат. И значит, сердце злодеев, оно как сомнется, смятое такое. Уменьшается и становится мятым. Значит, есть у человека лошон, язык, есть у человека сфатаем, уста. Значит, есть у человека речь, но речь она делится на две категории. Есть речь внутри, каждый человек внутри в голове разговаривает с собой. Вот он с собой разговаривает, разговаривает, это у него мышление, внутренняя речь. Теперь, это лошон, язык. Язык, как бы он символизирует внутреннюю речь. Уста, губы, они символизируют внешнюю речь. Теперь, значит, как серебро очищено, язык праведника. Праведник, он даже внутри себя, он говорит только позитивные вещи, то есть он слушает себя. Интересно, есть очень хорошее упражнение, чтобы научиться контролировать свой способ мышления. Нужно вести дневник. Если вы ежедневно записываете в свой дневник личный свои мысли о себе, о мире, о своей жизненной ситуации, то есть вы как бы с ним ведете, передаете на бумагу свой ход мысли, вы можете остановиться и подумать, вот то, что я пишу сейчас, это единственно возможный способ описания реальности. Или есть еще варианты. И вы увидите, что что бы вы ни написали, есть еще варианты. Можно так написать, можно так, можно так посмотреть на ситуацию, можно по-другому. И обычный человек, если он поработает над собой, он научится использовать те слова для описания своей жизненной ситуации внутри своего мышления, которые будут максимально максимально блестит к реальности, но все равно любое описание реальности, любое описание реальности, это нереальность. И когда ты выбираешь описание реальности максимально позитивное, то есть ты все равно понимаешь, что это нереальность, это твое описание реальности. Так вот, садик, чем праведник отличается, у него вот это уже на автомате идет, то есть у него как чистое серебро без примесей негатива, его все мышление оно позитивное. Есть известная история как был один богатый еврей и он очень все время беспокоился, страдал у него вот такой был негативщик по жизни ковец какой и хотя он был очень богат и у него все было хорошо из-за того, что он постоянно беспокоился у него постоянно там, ну все было все было хорошо, но он страшно беспокоился и это ему давало огромное напряжение и он перешел как-то к одному из вот этих цадиков, раввинов и говорит, послушайте, я не понимаю говорит, написано в Талмуде что нужно за все Бога благодарить и во всем нужно Бога благословлять и даже написано, что нужно на плохое благословлять как на хорошее он говорит, я не понимаю как можно на плохое благословлять как на хорошее это если человек умирает, кто-то близкий там или знакомый и говорят, вот он умер так нужно сказать благословение Барух Даян Эмет благословен судья истины Да, то есть, ну, умер же человек, умер, значит, он уже перешел в следующий этап. И все равно нужно сказать, чтобы даже известие о его смерти, оно прославило Всевышнего. И религиозные люди говорят, барук даян и мэтт, то есть благословен судья истины, да, праведный истины. И он, этот еврей спрашивает у Равина, как можно благословлять на плохое, как на хорошее? Он говорит, я тебе советую съездить в Аниполь, там живет Равзуши. Вот он в большой садик, спроси его, этот еврей поехал туда, приезжает он в этот Аниполь. Там он находит дом на окраине, такая бедная землянка вся перекошенная, землянка прям настоящая. Он еле открывает дверь туда, смотрит внутри, дети какие-то маленькие на полу в земле играются. Значит, ну, бедность такая, что нереальная. И сидит этот Равзуши, такой сияет, вообще сидит, сияет, Элим читает, чаек побивает. Значит, он к нему говорит, послушайте, меня прислали к вам узнать, что такое, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. Но я как-то вообще не понимаю, как вы можете мне совет дать вообще, я смотрю, как вы живете, это ужас вообще. А Равзуши сидит, смеется, он говорит, а я тоже не знаю, говорит, чего тебя ко мне послали, говорит. Я вообще не знаю, как вообще вопрос такой вообще ко мне, откуда ко мне, говорит, такой вопрос. У меня в жизни, говорит, ничего плохого не было. Я вообще не знаю, то есть у меня этого вопроса вообще не стоит, у меня ничего плохого не было. И тот понял ответ на свой вопрос. То есть ответ на вопрос этого богатого еврея было, смотря с чем ты сравниваешь, как ты описываешь мир. Потому что можно сидеть в землянке, и у меня в жизни ничего плохого не было. Круто вообще, землянка, вау, там класс, воздух свежий, земля. И найти миллион-миллион позитивных вещей в этой землянке. А можно сидеть во дворце и рыдать, плакать, что не так, там тут пятнышко, там пятнышко и так далее. Понятно, да, идея? Значит, так вот здесь написано в 20-м отрывке, что серебро отборное язык праведника. То есть у него даже мышление его, не то, что он слух не говорит никакой вообще негативщины, он даже в мыслях не говорит никакого негатива. То есть у него внутри полный позитив, благодарность ко Всевышнему. И у него внутри, это ученые доказали, что когда человек находится в позитивном мышлении, у него там гормональный фон, у него иммунитет, у него там все вообще идеально работает, да? А когда человек в стрессе, у него вырабатываются разные всякие гормоны, которые они его уничтожают. Интересно, я вам сейчас расскажу. Ну, значит, одна женщина, которая была психолог по вопросам стресса, она взяла стакан воды и налила в него полстакана воды, да? И говорит, это какой стакан? И держит его в руке вот так вот, этот стакан, ну, водой наполовину наполнен. Ну, студенты говорят, это там полупустой, полуполный стакан, ну, то есть идут как бы по привычному ходу мысли. Она говорит, а скажите, он может привести к стрессу, к сильному стрессу? Они говорят, ну, в принципе, сложно, конечно, но это нужно слишком заморочиться, чтобы сказать, что полупустой стакан воды приведет меня к стрессу. А психолог это говорит, нет, говорит, этот стакан легко может привести к стрессу, если его держать вот так вот в руке час, то тогда, ну, стресс это сверхнагрузка, да, такая, которая тяжела для организма. То есть если держать даже легкий стакан, но час в руке, то это вызовет стресс, это будет тяжело, это будет сложно. И многие люди, имея очень низкий уровень вот этого негативизма, но постоянный уровень негативизма, они заводят себя в очень глубочайший стресс. То есть из-за того, что они все время чуть-чуть беспокоятся, то это чуть-чуть накапливается и приводит их к очень мощному сильному стрессу. Поэтому, написано в 20-м отрывке, что чистое серебро лошон цадика, вот этот во внутренний разговор праведника, у него это как чистое серебро, без примеси негативизма вообще. А сердце злодеев, оно сминается и оно уменьшается, потому что он все время о чем-то беспокоится. То есть злодей, он все время недоволен чем-то, он все время беспокоится. И сегодня что-то долго остановился, значит, давайте так. 21-й отрывок. Севтей цадик иру рабим, значит, уста цадика, когда он уже будет слух говорить, они кормят многих. Вы эвелим, бэхасар лев я муту. А стептики, вот эти эвелим, которые сомневаются в боди, сомневаются в торе, сомневаются во всем, они от недостатка, от сердечной недостаточности, дословно переводится, они умрут. Что имеется в виду? Значит, цадик, у него внутри все позитивненько, он себе так все классно, отлично, вообще бомба, такая жизнь, великолепно все. Он внутри довольный. И когда он разговаривает с людьми, он говорит только позитивные вещи, вообще не говорит о негативе, вообще. Значит, и люди к нему тянутся. Я помню, Равыцках Зильбер, Зеханосадик Левраха, упомянут праведник как раз к благословению. К нему вот, я помню, вот я жил потом в Петоктифе какое-то время в Израиле, и я, значит, вот, знаете, с кем поведешься, того и наберешься. И, в принципе, окружение грузит. Люди большинство обломщики, и они большинство в состоянии такого негативного фонового режима. И когда ты общаешься с этими людьми, оно тебя по-любому накрывает. Я помню, я все время ездил к нему на урок, приезжаешь к нему на урок, а у него дома урок был в 2 часа дня. Приезжаешь к нему, а он сидит, ему там лет 85, и он сияет, он все время хихиха-ха, он уже тяжело, у него сердце работает на 10%, он уже там с трудом ходит. Но ему все радостно, у него прям свет такой, да, в этом, на уроке. И прям заходишь к нему, какие-то вопросы, какие-то переживания, заходишь на урок Торы, все вообще, попадаешь прям в такую сияющую реальность. И посидишь там часок, уже ни одного вопроса нету, а он еще во время урока, у него был то, что называется руаха койдеш, это святой дух. И он так вот смотрит на тебя, и он говорит на какую-то тему, но так он на тебя смотрит, бах, и тут ты получаешь ответ на свой вопрос. Внутри просто шихих, и картинка складывается. То есть это вот этот вот свет Торы, божественный свет, который он был как Wi-Fi такой. Так вот здесь написано в 21-м отрывке, что уста цадика они кормят многих. То есть то, что он говорит, то, что он рассказывает, то, как он… Он все время говорил Деврейтора, он садился, например, в такси, таксиста брал за руку, и ему все время… У него не было пустых слов вообще. Теперь, а что делает скептик? Из-за того, что он все время сомневается, у него все время внутри беспокойство. А может, я неправильно делаю, а может, да. В этом я сомневаюсь, и в этом я сомневаюсь, и в этом сомневаюсь. А в чем ты не сомневаешься? Во всем сомневаюсь. И сомнение – это и есть вот это беспокойство, сомнение – это и есть вот эта вот внутренняя неуверенность, да. И от этого умирают. Естественно, что человек, который все время беспокоится, волнуется, он умирает от этого. Все написано в 21-м отрывке, уже 18 минут. Давайте тогда 22-й отрывок очень такой действенный. Три отрывка мы сейчас выучим. 22-й отрывок такой. Благословение Бога, оно обогащает Вело Юсиф Эцев Има и не добавляет грусти вместе с ним. Значит, здесь идет как раз про деньги. Есть люди, которые очень сильно надеются на себя и они работают. Бах, работают, учатся, работают, учатся. И они прям все, школа с золотой медалью, институт с красным дипломом, пришел на работу и работают, работают с утра до ночи. Это называется иштадлу. То есть это называется работать своим трудом. И даже если человек этим методом, он зарабатывает, он как бы преуспевает, но с этим есть грусть. Почему? Потому что его не благословение Бога его сделало богатым. А его сделало богатым тяжелейшая-тяжелейшая работа. И он даже, когда он богатый, он чуть-чуть переживает. Есть немного грусти. Он вспоминает тот путь, который прошел, тяжелый путь. И он боится, что впереди предстоит еще такой же путь. Есть другой способ. Когда человек знает, что все от Бога, благословение от Бога. Он поработал 2-3 часа в день. Хорошо так поработал. Остальное время сидит, учит Тору, молится, занимается своим духовным ростом. И молится, чтобы Бог благословил эти 2-3 часа работы, которые он вложил. То есть он не работает слишком много. Он работает достаточно для того, чтобы обеспечить свои нужды. Если он все-таки хочет разбогатеть, то он вкладывает свои силы и усилия. Это называется как создание сосуда для больших денег. То есть понятное дело, что если человек работает бухгалтером, с зарплатой 500 долларов в месяц, он не может рассчитывать, что он разбогатеет. То есть он будет делать ту же самую работу. Три часа в день он отработал. Все. У него нету. Но если он еще час в день добавляет на то, чтобы создать какой-то бухгалтерский сервис, то есть он как бы готовит пространство для того, чтобы была возможность заработать очень много денег. То есть он как бы придумал некую идею, и он работает час в день по ее реализации. И молится 5 часов в день, чтобы Бог эту идею реализовал и дал ему благословение. И вот когда он продолжает работать бухгалтером за 500 долларов в месяц, час в день он тратит на то, чтобы создать возможность заработать миллион долларов, и потом Бог ему дает благословение. Именно этот час в день, который он вкладывал в то, чтобы создать большую возможность для благословения, и он знает, что благословение от Бога. Он просто как бы подготовил возможность, чтобы без чуда, понятное дело, что можно дать и бухгалтеру миллион долларов, он будет идти, найдет чемодан, который какой-то наркоторговец уронил, и найдет в нем миллион долларов. Может быть. Но в принципе, если идти по простому, то верующий бухгалтер готовит пространство и молится. И когда туда приходит благословение, оно без грусти. Оно без грусти, потому что он говорит, вот прикольно вообще, да? 22-й отрывок 10-й главы. Благословение Бога, оно обогащает, и нету, не добавляет грусти вместе с ним. То есть, когда это идет через браху, то нет никакой грусти, все довольны, он доволен, он счастлив. И он говорит, вот Бог меня любит, да, дал мне миллион долларов. Понятное дело, что если Бог захочет забрать, он заберет. Но я буду продолжать дальше. Три часа в день работать бухгалтером, час в день буду создавать новые проекты, «Захочет Бог мне еще даст пару миллионов». Понятно, да, идея? Все, вот мы выучили три отрывка. Первых два отрывка – это о том, что надо думать хорошо и говорить хорошо. Это мой вывод. И третий отрывок – это то, что благословение Бога, оно обогащает, и нету грусти с ним. То есть, нужно так выстроить свой бизнес, чтобы было вот именно по этой схеме. Подготовить место для благословения божественного, и молиться, ждать, когда оно наполнится, и работать свою работу несколько часов в день, качественно очень ее делать, и остальное время учить Тору, помогать людям, делать добрые дела. Все, дорогие друзья, какие у вас выводы от этого урока? Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь с друзьями своими выводами или моим уроком. Давайте распространять Тору, учить Тору и делать добрые дела. Все. Хорошего дня. Очень жду ваши три вывода. Очень жду ваши три вывода. Интересно их читать. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok